Так, ребят, всем привет! Сегодня пришла посылочка из Китая. Давайте посмотрим, что там. Коробочка совсем не помялась. А это у нас вот такой вот цвет. Для камеры. Yongnuo. Это подставочка, чтобы камеру на стол ставить. Зарядное устройство для камеры, не для света. Это крепление на камеру, на штатив. Вот такой вот переходник. Это ручка для удержания света. Такая вот бумага. Сумочка для света. Ну и все. Давайте посмотрим на саму панель. Как-то он так его присобачивал тут. Крылево снять. Ага, вот так вот. Аккумулятор. Все. Силикогель. Вот такая вот панелька. Разряжена. Разряжена. 3200 кельвинов или 5500 кельвинов. Световой поток. Давайте я пока что поставлю на зарядку. А тем временем посмотрим другую посылочку. Так. Очень удобно. Сверху на камеру прям ставишь и снимаешь то, что подсвечиваешь. На зарядку. Ага. Сам переходник не влазит в розетку. Поэтому не удастся сейчас проверить. Поэтому пока что давайте в стороночку. Угу. Угу. OF' Угу. 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 研ин嘈ки. Ну и вообще вот так вот на камеру. вот так вот все, зарядим и потом проверим все еще попробуем вторая посылочка пришла не прорезать а это пришла фото сумка я ее хочу использовать для хранения в ней разных диктофонов все что связано со звуком ну и со светом вот такая сумочка фирма LOW PRO NOVA 200 AW вот такая вот вот тут нарисовано что ее есть чехол от дождя можно носить на поясе можно носить на плече довольно уместительная сумка довольно уместительная сумка у меня такая есть 80-го радио я ее приспособил под катушки для рыбалки а это будет именно для для фото и видео здесь вот карты памяти вставляются такая вот штука ремень ну и перегородки чтобы формировать внутреннее пространство так как тебе нравится здесь вот еще один кармашек а здесь кармашек с чехлом от дождя и буду вытаскивать вот так что пока такие обновки всем спасибо итак друзья хочу продолжить значит наше видео по поводу света вот значит я его зарядил зарядочка у него получилась такая саненькая конечно вот такая вот ну короче черт знает что заряжает долго уныло вот ну все таки я батареечку зарядил вот такая батареечка к нему идет значит кроме того для того чтобы заряжать быстрее и лучше я прикупил к нему сейчас отключу вот такой модуль и к этому модулю сразу же сейчас покажу идет две батареи вот они две батареи по виду такие же но эти гораздо толще видите насколько значит родная батарея которая вместе с ним шла она идет у нас на четыре тысячи четыреста миллиампер часов четыре тысячи четыреста вот эти вот батареи которые я докупил они идут по семь тысяч двести миллиампер часов каждая вот заряжается это все очень очень классно здесь можно заряжать его с помощью сетевого кабеля можно заряжать с помощью автомобильной зарядки можно заряжать с помощью юсб когда его включаешь здесь отображается ну давайте попробую сейчас показать что здесь отображается давайте вот так вот смотрите вот я его включил теперь допустим ставим батарею ну она у меня заряжена уже полностью но вообще здесь отображается либо автомобиль либо сетевая либо юсб ты либо кнопочкой выбираешь что ты хочешь если ты не выбираешь то через некоторое время он автоматически выбирает то что ты подключил вот так вот так хорошо с этим вроде бы разобрались так камера не упала беда бедулька давайте дальше с нашим светом значит смотрите вот у нас есть свет такой я его прикрутил уже на горячий башмак и буду им пользоваться на горячем башмаке камеры у меня есть два софтбокса которые можно поставить по бокам а этот свет мы можем поставить на камере и он будет нам подсвечивать именно фронтально переворачиваем здесь значит что мы видим давайте еще раз смотрите сетевое зарядное можно подключить затем есть здесь кнопка включения вот такая вот вот она же отвечает за интенсивность света за яркость затем есть кнопочка бат нажимая которую мы можем проверить заряд батарей затем есть кнопочка называется сейчас извините плохо вижу файн и корс написано соответственно нажимаем либо файн либо корс и интенсивность света у нас либо то есть мы крутим она очень быстро становится ярким либо мы ее крутим и она становится ярким постепенно то есть очень медленно дальше у нас есть кнопочка переключения 3200 кельвинов и 5500 кельвинов то есть интенсивность освещения можем переключить и кнопочка set нужна для того чтобы допустим мы выставили какой-то уровень света который нам нравится мы кнопочку set нажали подержали две-три секунды она моргнула пару раз и в следующий раз когда мы включаем камеру вернее свет и сразу же кнопочку нажимаем set то он нам сразу выдает то значение которое мы установили допустим там нам нравится определенный уровень освещения и вот мы включаем кнопочку power включается свет и мы сразу его нажимаем и у нас тот свет который мы запрограммировали давайте теперь посмотрим как это работает во многих обзорах в ю тубе я видел здесь говорят что здесь как бы два режима освещения но я не согласен здесь три режима освещения в этом свете и я сейчас это докажу вам и покажу одну секунду подключаем подключаем значит наш аккумулятор подключается он так просто отключается он путем вот здесь такая кнопочка есть ее прижимаешь как ограничить он снимается стандартно в общем то итак аккумулятор подсоединен включаем у нас сейчас здесь стоит значение 99 давайте я уменьшу чтобы вам показать что мы сделаем значит первое что мы сделаем проверим заряд батареи батареи только что снял зарядки поэтому здесь должно показывать p9 вот так и есть p9 p9 это полная зарядка теперь смотрите теперь мы давайте сделаем все таки уровень 99 что вам показать вот у нас сейчас стоит корс смотрите я кручу и уровень освещения падает очень быстро буквально вот ноль если я поставлю файл то я буду крутить а уровень освещения будет падать очень медленно вот с этой кнопкой разобрались да теперь смотрите вот допустим я там накрутил по нулям да включая кнопку set и у меня выставляется значение 99 ну то есть то которое здесь было выставлено в запомненных параметрах давайте я вот так сделаю смотрите вот 30 да проморгалась теперь мы изменяем ее как хотим 99 допустим нажимаем set и вот наши 30 теперь значит давайте по порядку я сейчас пойду значит смотрите вот смотрите значит у нас сейчас стоит пять с половиной тысяч кельвинов это теплота да теплота света холодный свет при этом вот смотрите значит у нас стоит сейчас давайте вот я поставлю на нули нули да не работает я добавляю десяточку вот смотрите работает белый свет видите все диоды белые теперь я могу увеличивать ой прошу прощения вот увеличу до 99 вот корсом да вот смотрите 0 сразу раз и 99 вот если я поставлю файл я буду очень долго уменьшать ну кому-то это нужно наверное вот значит дальше что вы мне простите обзор такой как бы дилетантский короче вот наши диодики как бы так показать чтобы камеру не совсем за это вот десяточку я ставлю вот диодики горят белым да вот смотрите что я делаю теперь я теперь уменьшаю вот сейчас единичка я уменьшаю еще все я выключил да теперь я нажимаю кнопочку переключение на 3200 кельвинов переключил поворачиваю к вам включаю диодики у нас какие желтенькие видите и дальше мы увеличиваем и не только желтенькие вот как бы сейчас засвечу все конечно вот диодики желтенькие теперь смотрите я еще раз диодики полностью выключил переключаю кнопочку на пять с половиной тысяч включаю диодики у нас вот я постепенно буду так что вам вид беленькие да и включаем и не беленькие теперь смотрите что происходит если я не выключаю вот так и потом переключаю это было два режима а просто вот сразу сейчас нажму и буду включать смотрите что происходит видите диоды у нас преобладают белые подключаются желтые получается свет у нас такой полубело-желтый полубело-теплый извините вот смотрите вот и в этом режиме я полностью выключить его не могу то есть вот я его вращаю вот как видите он горит чтобы его отключить я еще раз нажимаю на кнопочку нашу которая 35 500 и 3 200 у нас загораются белые диоды которые были перед этим мы их отключаем теперь мы включаем желтые диоды на 3 200 добавляем яркости вот 0 видно да желтые сейчас я уменьшу а теперь давайте вот в этом режиме когда мы включили желтые переключим нашу кнопочку на 5 500 переключили добавляю вы видите что происходит здесь даже не три режима а 4 то есть сейчас преобладают свечением белые светодиоды а до этого преобладали свечением желтый светоди смотрите преобладают белые полностью выключу назад остаются желтые вот и белые желтые переключаемся тухнет так еще раз там преобладали белые да попробуем по моему сейчас должны преобладать желтые значит выключаем переключаемся у нас сейчас желтенькие еще раз нажимаем у нас стоит файл извините сейчас переключу корс чтобы было побыстрее смотрите у нас преобладают желтые верни а не стоп у нас желтые секунду у нас последний раз при смешанном режиме преобладали белые давайте попробуем будут ли преобладать желтые вот мне что интересно если четвертый режим так это белые хорошо еще раз белые при белых переключаем появляются желтые добавляем яркости да смотрите преобладают желтые до этого у нас преобладали белые то есть здесь четыре режима вы можете выбрать холодный свет вы можете выбрать теплый свет вы можете выбрать смешанный свет с преобладанием теплого и смешанный свет с преобладанием холодного ну вот в принципе все то есть вот такой вот четырех режимный можно сказать фонарь который вы можете подстроить под цвет кожи под любое освещение всем спасибо всем пока спасибо спасибо спасибо